девчонки всем привет сегодня получила посылочку мой новый заказ и решила сделать немного по-другому потому что когда я только делаю обзор показывают ткань отделку шовчики и так далее то ну кому нравится кому нет и потом снимаю видео мне спрашивают где ты это купила в общем первая вещь из посылки это вот такая блузка воротничок стоечка под горлышко здесь вот такая вот невероятно красивая отделка на рукавах я конечно все покажу близ же ближе и на мой взгляд это блузка прекрасно сочетается хоть черными брюками хочешь джинсами и вот она вроде бы такая вот но в таком романтическом стиле вот из-за воротника и отделки на рукавах но за счет вот этой вот резинки есть такое немного присутствует спортивный стиль что мне очень нравится блузка очень приятная к телу ткани великолепная гладится легко но стирка скорее всего будет только ручная из-за рукава ну смотрите как она нам не смотрится белый цвет классика сочетания черного и белого ну я довольна как всегда девочки показываю внутренние швы строчку вот какое красивое кружево конечно уже у меня помощница ася здесь да ну как без тебя посмотрите какая прелесть ткань очень приятная воротничок здесь вот и на воротничке ткань более тонкая тоже все очень качественно сделала осень когда но это не для тебя иди брысь смотрите какая прелесть заказала еще один длинный свитер он немножко короче розового который я недавно показывала и более тонкий вязка также идут вот такие вот объемные косы он на меня достаточно великоват потому что когда заказывала я еще не похудела но тем не менее я не сильно расстроилась честно говоря в этом сезоне модные такие объемные свитера размера оверсайз в общем расцветка мне очень нравится ткань великолепный он тоненький к телу очень приятный не трещит ну и оттенок конечно мне ничего не было такого кирпичного но тем не менее нужно разбавлять потому что то белое то серое то очень много последнее время розовых вещей и вот такая вот у меня новиночка будет на осень свитер вообще классный мне нравится очень нравится вот здесь вот камера лучше передает оттенок посмотрите какой насыщенный красивый такой теплый кирпичный цвет девчонки посмотрите какая шикарная вязка петель как петельки и он тоненький на такую не очень прохладную погоду или у кого достаточно теплые зимние вещи великолепный просто да оси тоже нравится да и еще один вот такой вот свитер он не длинные его я заказывала специально для ежедневной носки вот такого-то обалденно красивого синего цвета кстати выбор цветов там очень большой я люблю вот такие вот воротники с точкой под горло чтобы там не заматываться шарфами отдел и побежал сверху куртку или дубленку очень удобно смотрите какая длина здесь идут разрезы по бокам в общем такая очень простая классическая модель вязка здесь резинка идет 2 на 2 мне очень цвет понравился к телу приятный не колется мягкий и вот когда надеваешь вот сразу становится тепло я люблю такие уютные вещи но и синий цвет мне он всегда шел и вот такой вот оттенок он не слишком яркий не слишком такой бледный очень оригинальный оттенок синего река рукавчик идет регланом длина рукава девочки смотрите очень хорошая что даже если вы выше меня где-то метр шестьдесят пять метр семьдесят рукав будет великолепный ну в общем всеми тремя свитерками я очень довольна имею ввиду розовый первый теплый и вот эти вот два ася хочет примерить да ты хочешь примерить размерчик не твой до размерчик не твой он смотрите девчонки какой красивый такой васильковый оттенок очень приятный ася да ну идешь ты но это же вообще невозможно рукавчик регланом вот такая вот резинка на резинке вот она идет более мелкая вязка вот здесь вот гладкая приятная это же показываю какая нить внутренние швы естественно внутри как он сделан качество великолепное кто там что не говорил я очень довольна что могу смело порекомендовать как говорится порекомендуешь стыдно не будет вот так ася ну все вот у нас кто будет мерять свитер но что ты делаешь но что ты делаешь кода ты вылазь ася ася немного это не код в рукав такая она у меня забавная но все ася свитер примерила эти девчонки мурчит спряталась тепло то да и не да я тебя не вытаскиваю не бойся тепло и уютно даже коту понравился а вот этот вот набор из состоящих из четырех различного размера сумочек заказала для мамы смотрите сумка очень простая она небольшого размера но тем не менее достаточно вместительная смотрите внутри она застегивается и чем удобно что есть ручки можно и так носить ее такая модель и можно на плечо надевать и цвет очень приятный такой слоновой кости немного темнее молочного очень красивый вот это вот скорее всего оставлю себе буду использовать как косметичку потому что она ну как бы маме она не пригодится если там летом братью там куда-то надевать или может миленка будет носить не знаю но в общем эта сумочка мы изначально когда выбирали мама говорит мне нужно вот такого небольшого размера сумка чтобы она была легкая и такая не очень темная плюс здесь идет вот такой вот кошелек в него можно будет положить хоть бумажные купюры хоть носовой платок и легко достается и в сумке в общем не будет беспорядка то что и одинакового оттенка но согласитесь это неплохо и вот такая вот визитница но скорее всего мама ее будет использовать знаете вот эти вот карточки когда в супермаркете плюс там каких-то магазинах в аптеках дисконтные карты видите здесь двойные вот такие вот идут конвертики и сюда войдет много-много всего и что тоже не надо будет искать все вот эти вот они у меня вечно занимают так много места а все это будет вот в этой вот визитницы можно положить вам внутрь можно положить просто в сумку мне очень понравилось расцветка это эко-кожа качество довольно таки неплохое посмотрите и вся отделка и такие вот металлические ручки змейка неплохая ну и конечно же по размеру подошла вот такой вот комплект и девочки поскольку лето закончилось пришла осень и через пару дней как говорится будет зима заказала носки я не люблю под брюки надевать никакие колготы или там лосины гамаши не знаю кто там что носит в общем у меня более плотные зимние джинсы ботинки или сапожки и носки не люблю также высокие вот этот вот высокие носочки всегда покупаю вот такие вот небольшие цена у них очень привлекательная девочки за 10 пар 4 с половиной евро я считаю что это недорого качество великолепное здесь хлопок с эластаном и вот они смотрите они не тоненькие такие что один раз надел и все они протерлись выкинуть в общем носками я даже больше чем довольно какая прелесть в общем мне на этот сезон носочков хватит и расцветки красивые и серые персиковые нежно-розовые голубые черные белые в общем на любой вкус носки великолепные никогда не заказывала первый раз решила попробовать и очень довольна девчонки в общем решила я посоветоваться я уже говорила что я начала подыскивать подработку чтобы это было дистанционно не полный рабочий день и в общем кое-что нашла с любой посоветовалась она знаете такой человек она там посмотрела то 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 все это лажа все это неправда в общем тебе никто ничего не заплатит ну и так далее так далее поскольку у меня не было опыта вот так вот как бы наниматься на работу онлайн то хотелось бы узнать если у кого был такой опыт в общем самые прозрачные условия это для диспетчеров такси там грузоперевозки какие-то туристические компании они как бы там тебе сразу говорят там то 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 и рабочий день когда но у меня здесь у меня единственное что не подходит как бы нужно быть доступным в то время когда я веду мережку как бы самый большой спрос на машины если работать диспетчером зарплата там небольшая там 567 тысяч максимум но как бы и работа то уж такая небе лежачего ты сидишь на телефоне дома там не надо никуда ездить не надо там чем-то загружать свою голову только принимаешь заказы и ищешь там водителя и отправляешь смс как бы ну все нормально но опять же самый час пик я не могу второй вариант мне тоже очень но как бы это не то что второй вариант как бы я контактировала несколько организаций и что этот вариант это даже ну как бы не в поле поиска работы это я случайно нашла в инстаграм есть фотографы и поскольку сейчас жену всемирный вот этот карантин короче они предлагают делать различные коллажи различные видеоролики там с дней рождений короче клиент присылает тебе фотки присылает тебе там видео ты уже делаешь нарезку оформляешь это красиво там кристины родины дни рождения детские какие-то праздники новогодние праздники тем более новый год приближается и у меня есть программа которую я покупала еще во втором во франции для монтажа фотографии видеороликов и так далее в общем меня это заинтересовало но я не знаю будут ли заказы как бы я не профессионал дипломом по этому профилю и я не знаю зарабатывают ли на этом люди или нет но смотрю объявления такие имеются как бы такая работа мне было бы очень интересно поскольку ей можно я рано встаю ей можно заниматься до того пока я отвезу ребенка в школу ей можно заниматься в течение дня можно заниматься ночью то есть ну когда у тебя есть время если там это оплачивается и на этой спрос для меня это например но самый такой оптимальный вариант в общем я не знаю хочу попробовать и как бы здесь уже никому не нанимаешься ты сам себе режиссер ты сам свой день строишь и все вот эти вот вещи ты ни перед кем не отчитываешься только перед клиентом и третий вариант в общем я жду начало следующей недели у у меня тоже как бы мне это интересно мне это понравилось мне ответили из брачного агентства им нужен переводчик который будет делать переводы с французского на русский презентационное письмо и значит невесты и женихи и вот один значит там пишет там рассказывает все о себе и ты как бы все это переводишь и это письмо получает ну та или другая сторона но здесь какие нюансы как бы в принципе это несложно в принципе это интересно и опять же я могу сама делать свой день и выбирать время когда я могу я там и четыре часа сидеть всем этим заниматься могу я вообще там везде ничего не делать а сесть ночью заниматься но что у меня здесь смущает общем я им отправила свое предложение как бы у нас сейчас вот период переговоров так скажем и и что меня смущает первое за один лист вот это вот печатный лист на полный а4 они дают тебе зарплату 100 гривен когда мы переводили паспорт моего мужа для покупки квартиры и мы платили 380 гривен и что там дата рождения рост вес номер паспорта гражданство и мы еще тогда смеялись и 540 это срочный перевод за два часа они его делают или что было самое смешное они даже штамп вот это там нужен был штамп уезда он напечатается бориспель на украинской мове они его даже тоже перевели и как бы за это взяли деньги сказали вот там вот эти знаки там их столько и вы так подождите с украинского на украинский но ладно это очень другая история и как бы там этих знаков очень мало и здесь за вот такое вот письмо формата а4 мне будут как мне там знаю кого не наймут 100 гривен и это еще не все но как бы я понимаю что я там не имею университетского образования там преподаватель французского языка летом переводчики это все понимают прекрасно что они как бы объявление было написано ищут студентов или людей которые свободно владеют французским языком зарплата будет платиться в конце месяца и по количеству сделанных переводов первое если этих переходов будет только два или три то в принципе но это вообще не деньги и в конце месяца почему я написала что если почему такой такая маленькая ставка как бы ну за переводы это стоит намного дороже но это как бы ни для кого не секрет даже в интернете ты там забьешь нужен там перевод того того и тебе отвечают сколько это будет стоить и но тут ладно понятно что как бы они нанимают людей дешевле платить и так далее но зарплата почему ты сделал перевод и тебе на эту банковскую карту перевели эти самые 100 гривен сделал второй перевод перевели опять 100 гривен и вот это ты значит можешь отработать месяц можешь сделать полностью там кучу этих переводов а в конце месяца тебе не заплатят как я поняла как бы ну каких-то контрактов не заключается все это на честном слове ну и в общем у меня особенно после разговора с любая возник вот такой вот большой вопрос а стоит ли и насколько это ну так скажем честно будет что может они действительно ищут студентов почему ну как бы студенты они на подработку там какую-то денежку заработать или там в декрете кто-то сидит или вот так вот как я что-то мне нужна небольшая подработка там на какие-то там личные нужды и в общем я не знаю но в общем если кто сталкивался буду очень благодарна кидалово это как люб сказала или может быть действительно стоит попробовать в общем я не знаю и хочется и колется в общем буду ждать ваших комментариев прошу совета это не так что пишите все как вы считаете нужным это не то что там знаете как вот ну бывает там что-то рассказываю там говорят вот там то-то то-то здесь я действительно прошу совета поэтому все все комментарии буду читать и если есть у кого такой опыт негативный позитивный пожалуйста мне сообщите